Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели, с вами Илья Шестинка. Снова цепи 2015, толпы людей вокруг, все что-то смотрят. Хотя, опять же, напомню, что выставка больше айтишная, чем гаджетовская. Но мы продолжаем, скажем так, обзоры девайсов на стенде Microsoft. Теперь у меня в руках вообще оригинальный девайс, о существовании которого я даже не знал. Это еще один телефон из дешевой серии. Обратите внимание, это Archos. Или Archos, как его там читают. Вы знаете, он делал раньше классные медиаплееры, потом перешел на телефоны и пропал. Ну, таблетки еще и делал какое-то время. Это Archos 40 Cezum, обеспечивающий, соответственно, самые неприхотливые потребности пользователей. В стильном дизайне, опять-таки, взятом с андроидовских своих же телефонов. Потому что есть Archos 40, как-то там, не Титаниум, а еще какой-то вариант. Не путать с ним, да. То есть, и опять же, с разными цветами. Синие, красные и тому подобное. Для меня сейчас это очень модно. Напомню, что телефон, ну, не знаю, на что он похож. Скорее всего, он больше всего похож на старый HTC Mozart. Телефон, опять-таки, 4-дюймовый. Содержит в себе 512 гигабайт оперативной памяти, 4 гигабайта хранилища. Snapdragon-овский процессор, 200-ый, опять-таки, ну, все, что дешевое, понятно. Но 4-х ядерный, не 2-х ядерный. Разрешение экрана, понятно, при этом 4-х дюймовом виде. Все тоже. 480, да, надо проверить. 480 на 800, если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, так оно и есть. Инфо. Давайте глянем. Разрешение экрана. Пожалуйста, 480 на 800. Вы видите Windows Phone 8.1. ACHOS 40 Cezium. Все как положено. Ну, сказать об этом телефоне, честно говоря, и нечего. За 70 или, там, 75 евро, конечно, такой телефон в конкуренции с Acer, с конкуренцией с другими телефонами, с той же Nokia Vimei. Просто Microsoft Lumia 435. Вот они и поборются за своего покупателя. Опять же, здесь 512 мегабайт памяти, 4 гигабайта, как в Acer. Вот они между собой будут конкурировать. В Lumia 435, напомню, все-таки с памятью получше. Там 1 гигабайта зуб. Ну, а 4 гигабайта хранилища, это, конечно, мало. Сюда можно доставить до 32 гигабайт microSD, устанавливать на него тоже приложение, но это будет... Сейчас, где тут у нас? Ну, это, как вы понимаете, будет все-таки частичное решение проблемы, поскольку, несмотря на то, что приложения, программы и так далее, можно устанавливать на SD-карту, не все программы устанавливаются. Например, тот же... Как его там? Heia Drive, Heia, видите, таких нет. Heia Naps просто займут всю эту память, и их карты тоже займут, ну, все доступное место. Отсюда и вывод, что смотрите, что, как и почему. Ну, вот можно увидеть распределение по памяти. Мы видим, что 2,4 гигабайта заняла операционная система из 4, 580 заняло приложение, и еще там 100 заняло почта, плюс фотографии. В результате мы имеем, что имеем, да, то есть всего 600 гигабайт свободного места, а это все-таки проблематично для работы, поэтому, выбирая дешевые телефоны, смотрите, чтобы у них было все-таки 8 гигабайт памяти, что, собственно говоря, представителям разработчиков вот этих компаний неплохо было бы подумать. Я понимаю, что они делают их подешевле. А, камера 5 мегапикселей, не знаю, говорил, не говорил, автофокус и все такое. Обычная камера для систем. Ну, а так телефон лежит в руках хорошо, все хорошо. Будем прощаться. Напомню, что с вами был я, Игорь Шеститко, с Cebita, с девайсом от H. Archos, или Archos 40 Cezium, такой вот он девайс. Ну, и в описании, смотрите линки на другие устройства, их, как вы видите, много представлено на стендах Microsoft. И не только мобильные телефоны, но и планшеты, но и таблетки, и лэптопы, и так далее. А здесь, вы видите, идут сразу и выступления. Народ презентует различные девайсы и тому подобное. Что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать. Всем удачи. Пока. Всего хорошего. До свидания.